МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куда направить их? У чиновников идей много. Вспомнить только премиальные, которые щедро раздают в сером доме. Но вот откуда взять с этим у власть держащих проблема? Выход один – давить на жалость перед Москвой. Такой способ оценили не все. Один из активных пользователей соцсетей Фейсбуке поделился своим мнением. Он посчитал такой способ выклянчивания денег унизительным для Хакасии. И весьма иронично начал свой пост. Цитирую. Коновалов и Войнова едут побираться в Москву. Автор сравнил первых лиц республики с персонажами сказки Буратино. С лесой Алисой и котом Базилио. Данное фото идеально подходит к нынешней ситуации. Хамоватая и бессовестная леса и абсолютно безвольный слепой кот клянчат деньги. Это и является их работой и средством выживания в этом мире. Они замечательно умеют вешать лапшу Буратином и обещают вечное счастье в стране дураков. При этом жители республики автор называет заложниками красного режима и соглашается. Кредит Хакасии необходим. Беспроцентный. На всю сумму. Но с условием отставки главы и всего правительства. Впрочем, признавать свои ошибки уже по традиции в правительстве, похоже, не собираются. Официальных заявлений по этому поводу не было и вряд ли будут. Кстати, интернет-пользователи отметили любопытную закономерность. Народный губернатор и его приближенные в бедственном положении республики всегда ищут виноватых. На интернет-ресурсе «Пульс Хакасии» появился любопытный материал. Его автор припомнил Валентину Коновалову все промахи. И отметил, ни в одном случае народный глава не нашел в себе силы признать ошибку. Во всех республиканских бедах, по мнению губернатора, виноваты и экс-глава, и федеральные чиновники, и крупный бизнес, а в первую очередь СМИ. Конечно, так называемые вражеские. Таким эпитетом окрестили, кстати, и нашу телекомпанию ГТРК «Хакасия». Сюда же вошли и все редакции, цитирую, способные на основе документов показывать несправедливость работы правительства Коновалова как части премий, так и различных преференций для чиновников, но не для народа. Коммунисты уже ничего не помнят. Да и незачем. Зарплаты-то и без того повысить себе можно. Да и премии тоже. Впереди еще четыре года, как сыр в масле. Че им до людских проблем? Сами же выбрали. Коновалов как избрался, так сразу. То кто-то мешает ему работать, то прошлая власть во всем виновата. Только вот за год-то он себя показал, что сам вообще ничего из себя не представляет. Экономить, конечно, нужно, но не на себе любимых. Упразднение администрации главы получило, похоже, обратный эффект. Затраты стали выше, штат больше, правительстве снова отмалчиваются, делают вид, так оно и должно быть. Аппаратом губернатора и правительства заведует варяг Николай Миронов. Он-то и позаботился, чтобы приближенным зарплаты хватало не только на хлеб с маслом, но и на более изысканные блюда. Вспомнит только 18 миллионов, зависшее в период реорганизации администрации. Тогда депутаты Верховного Совета предложили купить на них жилье сиротам. Николай Миронов добился. Средства остались у его подчиненных. А в сверхдефицитный 2020 год затраты на аппарат, штат которого без малого 100 человек, составят более 200 миллионов рублей. Для контраста Министерство национальной политики получит в 7 раз меньше этой суммы. Реакция не заставила себя ждать. Новый голодный голоднее старого голодного или его подельник? А зачем правительство одобрило-то кандидатуру Миронова на эту должность? Уже давно понятно, но, видимо, не всем. Не нужно управленцев нам извне приглашать. Дни правления Коновалова сокращаются увеличением дней пребывания в Хакасии этих пришельцев питерских. Порадовал своих подписчиков новостями на этой неделе глава Сайногорска Михаил Валов. И еще на шаг стал ближе к народу. Такого в нашем муниципалитете еще не было, пишет градоначальник, хвастая семенным абонементом в общественную баню. Причем ходить туда Михаил Валов намерен ради не только чистого тела, но и духа. Общение с людьми – очень полезное занятие, отмечает глава. Комментаторы предложили администрации города Металургов перенести в парную и деловые встречи. На этом наш выпуск подошел к концу. Вот такой насыщенная была неделя интернет-обсуждений. Читайте новости, делитесь собственным мнением. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова